Полное опустошение. Столько людей остались без крова. Да, это душераздирающе. Мы услышали шумы, я сказала, уходите, 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 просто уходите, уходите. И мы побежали вниз по ступенькам, а ступеньки разъезжались. И это было как в кино, когда дом падает за тобой, а ты бежишь, спасая свою жизнь. Так что мы все трое справились, мы все трое выбрались благополучно, и мы в безопасности, но мы потеряли наш дом. Но мы в порядке. 12-14 февраля 2023 года над Северным островом в Новой Зеландии бушевал тропический циклон Габриэль. Страна столкнулась с аномальным количеством осадков, рекордным штормовым нагоном, быстрым подъемом уровня рек и многочисленными оползнями, повсеместно разрушавшими инфраструктуру. Это как два больших, огромных цунами. Было одно, а потом второе, которое прошло так быстро и стремительно. Дом, которому 47 лет. Кедровые окна выбиты. Наша спальня совершенно пуста. Двери выбиты. Вся наша мебель пропала неизвестно куда. Дом полон ила и грязи. В прибережных районах на протяжении многих часов дул ураганный ветер с порывами более 140 км в час, а высота волн достигала 12 метров. Некоторые сообщества оказались в изоляции, в том числе и информационной, из-за повреждения вышек сотовой связи. Сложнейшие метеоусловия затрудняли эвакуацию и проведение спасательных операций. Многие люди ожидали помощи на крышах домов. Сообщалось, по меньшей мере, о четырех погибших. Полное опустошение. Столько людей остались без крова. Да, это душераздирающе. Нам просто нужна помощь. Циклон Габриэль пришел в Новую Зеландию всего через две недели после беспрецедентных ливней, которые привели к разрушительным наводнениям в Окленде и Нортленде. Последовательные штормы вызвали общенациональное размышление об устойчивости страны к будущим угрозам, поскольку изменение климата провоцирует образование все более экстремальных погодных систем. Хочешь быть в курсе климатических изменений и узнать истинные причины происходящего? Подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова